Привет! Сегодня на обзоре мощная нейросеть HiggsField, с которой многие делают профессиональные клипы. Теперь она эксклюзивно доступна в Telegram-боте Syntax. Запускаем Telegram-бот Syntax. Итак, давайте делать наш клип. Открываем Design CEI, нажимаем Mid Journey. Здесь нужно открыть вкладку «Хранитель изображений», загрузим наше изображение, нажимаем «Фото и видео», выбираем скачанное с интернета фотографию группы Tattoo, нажимаем «Отправить». Так, происходит сохранение изображения на сервере, после чего нам дадут ссылку, и мы с вами сможем генерировать плюс-минус одинаковые фотографии, которые будем использовать в нашем клипе. Так, вот ссылка на нашу фотографию, мы ее скопировали. Теперь открываем приложение Mid Journey, открываем меню, дизайн, Mid Journey, открываем редактор запросов. Так, здесь мы выбираем модель 7, 16 на 9. Все, закрываем. Так, первым пишем, первый промпт, две девушки смотрят друг на друга на заднем плане ночной город. Давайте посмотрим, что у нас получилось в Mid Journey. И, значит, прикрепили мы вот такой оригинальной фотографии группы Tattoo, написали следующий промпт. Две девушки смотрят друг на друга на заднем плане ночной город. Вот, давайте посмотрим, что у нас получилось. Здесь все хорошо, дизайн, на первой фотографии отсутствует рука, да, получается. А вот вторая генерация получилась идеально. Следующий промпт у нас получился, две девушки смотрят в камеру на заднем плане ночной город. Как видим, я всегда прикрепляю фотографии для того, чтобы генерация была плюс-минус одинаковой. Она, конечно же, все равно отличается, но все равно схожесть достаточно хорошая. Так, вот первый вариант. Вот этот вариант мне нравится больше всего, его я и сохраню. Давайте посмотрим, что у нас еще получилось здесь. Следующий запрос. У нас две девушки сидят в машине и смотрят сквозь лобовое стекло на камеру. Давайте посмотрим, что у нас Mid Journey нарисовал. В принципе, неплохие фотографии. Вот этот вариант нам подойдет. Вот этот вариант вообще хороший получился, кинематографичный. Всегда есть прямые ссылки, можно скачать. Далее я попросил чат GPT, чтобы он мне специально для Mid Journey сделал вот такую картинку, как будто мы сидим за рулем и смотрим впереди на ночной город. Но, если честно, он нарисовал полную ерунду. Также попросил, чтобы он мне красную машину нарисовал. В общем, с этой идеей решил прекратить. И просто в Mid Journey написал такой запрос. Вид от первого лица. Девушка управляет машину. Но тоже получилась какая-то ерунда. Потом дальше я сделал следующий запрос. Просто также вид от первого лица. Девушка управляет машина. И вставил ссылку на нашу фотографию. Здесь, к сожалению, всего одна девушка у нас получилась. Юлия ее, по-моему, звать. Здесь уже поинтереснее. Здесь уже можно выбрать что-то. Вот вариант тоже неплохой, но здесь немного нереалистичная. Девушка справа. Вот этот вариант уже нравится мне больше. Дальше. Простой промпт я написал. Красный спорткар на улице ночного города из-под колес дым. Вот второй вариант мне нравится больше. Такой реалистичный. Прям нормально. Из него можно уже что-то сделать. Дальше я сделал такой немножко сложный промпт. Запрос. Я написал, что машина едет через мост. Прикрепил фотографию машины, которую загрузил перед этим на сервер. И также прикрепил фотографию наших двух девочек. И, как видим, нейросеть засунула точно такую же машину и точно таких же двух девушек в автомобиль. Ну, как видим, что здесь некоторые фотографии неудачные получились. Например, здесь они сквозь крышу торчат. Здесь как-то сверху сидят. Здесь, получается, на сидении по две девочки. Ну, вот первая фотография, мне кажется, получилась лучше всего. Я ее и сохранил, собственно говоря. Итак, фотографии мы с вами сохранили. Они хранятся у нас на компьютере в отдельной папке. Теперь давайте займемся генерацией видео. Для этого заходим во вкладку видео. Выбираем нашу программу Highfield. Все мы будем делать в Telegram. Можно, конечно же, делать и не напрямую на сайте Highfield. Но генерация там будет намного дороже. Так, заходим в программу Highfield. Нажимаем настройки модели. Здесь всегда выбираем режим Turbo. Тогда качество будет намного лучше. Дальше в поиске движений нужно выбрать то движение, которое мы будем использовать на видео. Можно использовать до двух движений. Анимацию лучше смотреть на сайте. Давайте перейдем на сайт Highfield. Здесь выбираем то движение, которое нам нравится. Например, это движение FPV Drone. То есть, вокруг объекта будет происходить движение. Также из интересного здесь Building Explosion. То есть, взрыв объектов. Здесь примеры, которые люди использовали для этого. Мы также с вами это будем использовать. Eyes In. То есть, это движение камеры в глаз. Дальше, что еще можно использовать? Взрыв машины. Car Explosion. Есть. Так, и что еще можно здесь использовать? Так, вот есть классная функция Car Chasing. То есть, это как будто камера привязана сзади к машине. И машина движется, за ней движется камера. Первые запросы у меня получились немного ошибочные. Как видим, я написал два движения. Статическое и FPV Drone. То есть, я хотел, чтобы как будто камера летала вокруг данного объекта. Но я из-за того, что написал, что движение статическое. И без запросов просто наши персонажи поворачивают голову. Ничего не происходит. Здесь тоже самое, но как видим, что картинка очень детализированная, качественная. Персонажи как будто реальные. Так, следующий объект у нас выбрал движение поцелуй и FPV Drone. Поцелуя перебило движение FPV Drone. Так, следующий запрос Car Chasing. Это как раз где камера привязана к автомобилю. Здесь единственный небольшой косяк. То, что машина едет задом наперед. Но этот недостаток мы берем уже на пост-обработке в программе Adobe Premiere Pro. Просто мы развернем видео спять и получится все нормально. Далее, вот этот классный эффект, когда камера наезжает на глаз. Вообще, прям четко как сюда. Ничего не размывается. Тоже будем использовать. Здесь у нас Building Explosion. Взрыв зданий за автомобилем. Но получилось так, средне. То есть, небольшой фрагмент отсюда можно взять пару секунд. Ну и машины. Надо было написать, что машина едет. А я видим, что промт не написал. Я, кстати, делал все с первого раза. То есть, обычно, когда генерируешь, нужно там по 4-5 генераций. А здесь практически все получилось с первого раза. Поэтому я не парился. Следующий промт у нас был взрыв автомобиля. Car Explosion. Что мы видим, вообще классно все получилось. Единственное, только нужно наложить спецэффекты и музыку. И все идеально будет. Следующий это у нас Car Chasing. Также просто автомобиль едет. Видим, что нейросеть дорисовала улицу. Дополнительно машины. Вторую часть автомобиля зеркально дорисовала. Все четко. Здесь я взял классную функцию. Движение через объект. Но здесь немножко небольшой косяк получился. Камера все правильно пролетает через стекло. И зачем-то потом обратно возвращается. И уже дорисовала двух вообще других людей. Здесь можно пару секунд будет взять для нашего ролика. И среди всех генераций, только одна генерация абсолютно не получилась. Это движение из объекта. План был немножко другой. Но получилась вообще ерунда какая-то. То есть, вот это вообще кадр никуда нельзя использовать. То есть, это единственный кадр, который у нас не получился. Давайте сделаем звуки. Чтобы наложить на наше видео, заходите в меню. Меню, аудио. И здесь генерация звуков. Нажимаем генерацию звуков. И прописываем, какие звуки мы хотим с вами использовать. Здесь получается, я использовал звук разгона суперкара. Две девушки восторженно кричат. Спорткар трогается с места с пробуксовкой. Машина взрывается, разлетается. Здесь у нас просто взрыв. Так, теперь давайте в Adobe Premiere Pro сделаем наш клип. Добавляем все наши видосы. Открыть. Кидаем их на таймлайн. Теперь в определенном последовательности расставим наши видосы. Немножко подрежем их. Итак, кадры я расставил по порядку. Теперь единственное, у нас здесь идет движение. Движение и видео задом наперед. Заходим в Speed Duration, по-моему. Да, Speed Duration. Нажимаем Reverse Speed. Окей. И смотрим, что получается у нас. О, другое дело. Просто видео перевернули задом наперед. Дальше нас двое, только огни. Аэродрома, мы убежим. Нас не догонят. Дальше от них. Дальше от дома. Ночь проводника. Встречу, что зимой. За облака. За облаками. Нас не догонят. Нас не изменят. И они достателем. Небо уронит. Ночь на доле. Нас не догонят. Небо уронит. Ночь на доле. Нас не догонят. Нас не догонят. Итак, подведем вывод. Это данная нейросеть и Highfield. Что я могу сказать, что все видео получаются идеально. Среди всех промптов у меня не получилось только одно видео. Вот такой простой видеоклип мы с вами сделали буквально за 20-25 минут. Единственное, у меня косяки были. Когда указываете движение, указываете одно движение, либо два, чтобы они друг друга не перекрывали. Также у меня здесь соотношение сторон 1 к 1. Лучше ставить 16 на 9 для горизонтальных видео. Также, если вы будете делать видео с официального сайта Highfield AI, выйдет намного дороже. Давайте зайдем, посмотрим, какая цена здесь. Так, как видим, что цена на официальном сайте стоит 9 долларов и 150 кредитов. Чтобы сделать один мини-ролик, нужно 10 кредитов. То есть, в месяц вы сделаете всего 15 роликов по 5 секунд. Следующая подписка стоит 20 долларов и 600 кредитов. Поэтому намного выгоднее делать через Telegram Bot Syntax. Ссылку найдете под видео. Кстати, регистрировались по данной ссылке и вы получите дополнительные бонусы. У кого остались вопросы, пишем комментарии. Всем спасибо и до свидания.